Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндиапина. Перед просмотром данного ролика не забудьте подписаться на канал. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Кто желает, может оформить спонсорскую подписку на канал. Поехали! G-SOR 1008. Первая премь ПТ-САУ с барабаном World of Tanks. Обзор новой британской техники. Гибрид средних танков и противотанковых самоходок готовится разрывать рандом. Приветствуем танкисты! С вами GoodSpeak и обзор новой премиум ПТ-САУ восьмого уровня Великобритании G-SOR 1008. Главное ее отличие. Барабан, заряжание снарядов по качеству у нас среди восьмерок. Подобно может похвалиться только французская АМС АХ-48. ТТХ G-SOR 1008. Огневая мощь 320. Обычный. Средний урон. Голдой и фугасницы. Фугасами, если стрелять, то 480. Средняя бронепробиваемость 226. И голдой и снаряд 321. Фугасницы, фугасом пробивает 53 миллиметра. Время перезарядки магазина 32 секунды. Время перезарядки между выстрелом полторы секунды. Полторы секунды, кстати, довольно быстро. Снарядов в магазине 4 штуки. Разброс на 100 метров 0,3. Время сведения 1,8. Ну, со сведением 1,8 там все не так гладко. Оно может быть и сводится, там 2 и 5,5. Но круг обзора большой. Скорость поворота башни 28 градусов. Углы вертикальной наводки 11,10+. Б-комплект 40 штук. Скорость 60 на 17. Мощность 640 лошадиных сил. 14,7 лошадиных сил на тонну. Это очень мало давать. Скорость поворота 6,28 градусов. В принципе, нормально. Живучесть 1400 единиц. Что мало, брони тоже практически нет. 98, 50, 38. Башня, да, более бронированная. 152, 50, 38. Обзор 37 метров. Экипаж из трех членов экипажа. Огневая мощность. Вот сравнение машин 9 иптшек. Лучше только АМХ, АХ-48 с барабаном. Остальные все без барабана. Может быть только Скорпион, там Чарик лучше быть. Стрв, ну Сушка может быть еще. Сверазовым уроном. Но тут же опять он, по-моему, больше. Средний урон минуту 1500. У Тёртла 3000. Тёртл по урону будет лучше. Тёртл в разы лучше будет. По многим показателям, в принципе. Но тут барабан у нас опять же. Данная машина сочетает в себе сильные стороны ПТ-САУ и средних танков. И если быть точнее, то высокая мощь, мобильность, правда бронепробитие базовым снарядом скорее на уровне СТ-226 мм, как у ФВ-42-02. Зато голдовые подкалибры пробивают аж 321 мм, что позволяет на равных воевать с 10 уровнем. Разы урон 320 дней тоже на уровне СТ, но компенсируется наличием барабана на 4 снаряда. Орудие обладает превосходной точностью и очень быстрым сведением. Но стабилизация так себе. Очень общая перезарядка барабана 32 секунды, а между выстрелом 1,5 секунды. Поэтому за 4,5 секунды G-40-1008 способен выдать около 1280 единиц урона. В целом ДПМ в минуту при 100% экипаже выйдет 2144 единицы. Запас прочности небольшой 1300 единиц. Лобовое бронирование слабое, приведенка там в лучшем случае 200 мм, но неплохая защита башни. Область возле маски ловит рикошеты. При этом есть хороший ОВН, что позволит сыграть от рельефа и сильно не подставляет противнику хлипкий корпус. Вот здесь интересный момент в плане геймплея. Максимальная скорость 60 км в час, а отдельная мощность 14,7. В этой технике, напоминаем, прокачиваем британскую ПТ-шку, но у него теговооружение получше. Маскировка неплохая. Обзор типичный для представителей данного класса на седьмом уровне. Преимущества и недостатки. Краткое подведение итогов тактико-техническая характеристика G-4010-08. Выделив сильные и слабые стороны. Преимущества. Барабан снаряжен четыре снарядами. Быстрый КД внутри барабана. Высокое пронепробитие. Премиум снарядами и скорость полета. Низкая стоимость боевых базовых снарядов. Комфортный УВН. Хорошая точность. Большая башня. Полного вращения. Рикошетная форма башни. Неплохая подвижность. Хорошая маскировка. Радиус обзора. Недостатки. Низкое бронепробитие базовым снарядом. Долгое время сведения. Вот именно, что долгое время сведения. Полная беззарядка занимает много времени. Низкая удельная мощность. Плохая маневренность. Малая дальность связи. Перегруженность экипажа. Да. Пригруженность экипажа у нас. Как видим, получается только доминирование сильных сторон над слабыми. Поэтому машина зайдет в большинство игроков. Так как ее недостатки можно перекрыть за исключением долгой призарядки. Выбор оборудования ЧСОР-1008. Новое оборудование для ЧСОР-1008 в первую очередь поможет повысить комфорт и точность стрельбы. Максимальная точность, если есть трофейная вентиляция, станет лучшим на 0,1. А улучшенный прицел тогда в профильный слот. Получается, вторым вариантом у нас с оптикой. Для владения абсолютно нулевого экипажа без перков на обзор. Обучение экипажа. Что нужно ставить? Командиру лампочка. Боебратство всем. Ну, первое, первое. Первое нужно ставить лампочку и две маскировки. Потом боебратство. Хотя можно заменить лампочку. Быть два боебратства. Потом боебратство. И что-то еще другое. Поворот башни, радиоперехват, радиостанцию, поворот шасси, орлиный глаз, еще что-то бездорожье тоже нашим механик-водителем. Мастер тарана тоже можно поставить. Орлиный глаз тоже пятный перк. Распределить два перка от заряжающего непросто. Особенно командира, для которого перки радиста обязательно к изучению, чтобы повысить обзор. Поэтому навык отчаянный берем в самом конце, чтобы ускорить перезарядку, когда запас прочности будет ниже 9,9. Но учитывая, что польза от него будет редкой, спокойно можно заменить его на маскировку. Наводчику забираем бесконтактную боекладку. Улучшаем стабилизацию при повороте башни. А злопамятный позволит реализовать барабан, даже если противник уже отсветился 10 секунд. Мехводом все проще. Ему берем профильные навыки. Как играть на G41008? Данная машина в топовой конфигурации превращается в очень опасного соперника. По умениям нужно ему ставить маскировку, боевое братство, радиоперехват, барлинный глаз, виртуоз, король предсторожий. Еще можно изобретатель, конечно, поставить. Модули. Тут все топовое у нас ставить должно. Оснащение. Вот такое оснащение должно у нас стоять. Тогда мы только можем его улучшить. Совокупность параметров позволяет применять данную ПТ-САУ практически на любом участке карты, кроме узких городских улиц. Играя на базовых снарядах, больше свойственен геймплей средних танков. Чтобы реализовать слабое бронепробитие, ищите варианты захвата в тыл противника или выбирайте цели, увлеченные боем с вашими союзниками. В то же время на голдовый снаряд G-SOR превращается в МБУ, так как может аннигилировать соперника даже на дальней дистанции, не замечая его брони. Поэтому машина подойдет практически всем. Она приятна в геймплее и действительно может нагибать в рандоме. Итоги. Новый ПТ-САУ G-41008 отлично отличается своей универсальностью, может стоять в кустах, выжидая противника. А при желании мобильности позволяет прорашить фланг вместе с СТ и выступить в роли огневой поддержки для тяжи. Барабан голды позволяет игнорировать броню у танков 8-9 уровня. Даже многих десяток придется не сладко. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Пишите свои комментарии. Делитесь этим видео. Набираем 20 лукасов. И следующее видео не заставит себя ждать. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok